Приветствую вас, Марина. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что я прочитал оба ваших текста, тот, который был задан утром и тот, который был задан в 14.20 по московскому времени, 29 сентября 23 года. И я думаю, что в первом тексте те ответы, которые были даны вам на ваш первый текст, в принципе, содержат в себе всю исчерпывающую информацию. То, что вы задаете второй вопрос и то, что предлагаете прочитать ваш первый текст, говорит о том, что этот ответ не принимается. А это означает, что несмотря на то, что у вас есть мысль про то, что ваши отношения не совсем здоровы и связаны с тем, что вы пытаетесь реализовать свои потребности и решить свои проблемы в них, но вы все-таки не хотите это принимать, потому что, вероятно, вам страшно. И вы хотите найти ответ, который будет поддержкой, который будет тем ответом, который вы хотите услышать. А именно то, что это все-таки любовь. Но, Марина, такого ответа вы не услышите. Вот, потому что мы все-таки стараемся смотреть на это с точки зрения опыта, профессиональных психотерапий. И, соответственно, здесь все указывает на то, что вы тяготеете не к тому, что вам хочется делать человека счастливым, а к тому, что вы себя с ним как-то чувствуете, без него вы чувствуете себя плохо. Вот, с ним вы удовлетворяете свои определенные потребности, которые не можете удовлетворить самостоятельно. С ним вы решаете свои проблемы, которые сами решить у вас, опять же, не получается. Вот, и из-за этого возникает волей-неволей привязка к нему, к мужчинам. А, значит, вы говорите про типаж мужчины, что он не такой, да, что он не подходит под ваш типаж. Вы говорите про то, как мужчина к вам относится, и вы говорите про то, что после ссоры, ну, ваше отношение к нему изменилось. Все это, вот все, что я перечислил, вот, связано, Марина, с тем, что вы пытаетесь себя защитить. И ищете идеальное средство для этой защиты и для получения того, что вы хотите во внешнем мире, в другом человеке. При этом у вас потерян контакт с самой собой, ну вот, потому что вы не доверяете себе. Вы не понимаете, что значит ваши ощущения, вы не прослеживаете за своими желаниями, привязываясь только лишь к форме этих самых желаний, которые представляют из себя стереотипные концептуальные конструкции, вот, наиболее, так сказать, признанные и распространенные в нашем обществе. И, соответственно, в этом вы, как бы, сами создаете себе такую, не побоюсь этого слова, клетку. Вот, соответственно, все это можно и нужно корректировать, вот, но для этого необходимо начинать работу над собой. Итак, вы пишите, не могу себе сейчас разобраться, но у меня вопрос к психологу. Ну, так давайте просто, психолог поможет вам себе разобраться и все. Могут ли привиться чувства к человеку, даже если начала с парнем, встречаться и с одиночеством? Только привязком. Потому что, чтобы понять, есть ли у вас на самом деле чувства к этому человеку и какие они, сначала нужно решить вопрос одиночества. А вопрос одиночества – это непринятие себя, это бегство от себя, это бегство от своих чувств, это неумение, невозможность находиться наедине с собой. То есть это, по сути, не любовь к себе. Если вы не любите себя, вы не можете любить кого-то еще. Дальше, у меня страх, у меня великий страх одиночества. Ну, а чем для вас так страшно одиночество? Тем, что сами по себе вы никто. Тем, что сами по себе вы не чувствуете своей значимости, не чувствуете своей ценности. Ну, и как вы можете видеть ценность другого человека? Нет? Боюсь перепутать чувства с этим страхом. А здесь ваши опасения вполне хорошие, вполне нормальные, но эти опасения как будто бы только рациональные, при этом ваши действия, ну, никак не свидетельствуют о том, что вы на самом деле не хотите их перепутать. Парень, с которым я встречаюсь, идеальный для меня. Так не бывает, вы его идеализируете, то есть наполняете своими желаниями. Так, как он относится ко мне, как он человек, с ним я чувствую себя принцессой, и как отец моих будущих детей он прекрасен. То есть, ваше состояние определяется не вы, а человек. То есть, только с кем-то вы можете почувствовать себя принцессой. А что это значит? Это значит, что вы, в общем-то, сами о себе не заботитесь. Что касается отца наших будущих детей, то это тоже, на мой взгляд, про безопасность, с одной стороны. А с другой стороны, это про попытку себя через детей реализовать. То есть, ну вот, вы хотите реализовать себя через детей, и поэтому вы говорите про отца. Но смотреть на человека, с которым вы не женаты, как на отца своих детей, это значит пытаться предопределить характер вашего взаимодействия. То есть, иными словами, себя защитить. Дальше, значит, что касается второго текста. Мои отношения с парами начинались с бабочки, бабочки или страсти, их вовсе не было. Ну, то есть, вы начали их из нужды, из дефицита. Я переехала в другую страну и была там одна. А как вышло, что вы переехали в другую страну и были одна? Ну, то есть, вы не ожидали того, что вы переехали в другую страну и будете одна. Вы как-то вот, ну, не знаю, может быть, как-то быстро вам, ну, например, да, пришлось переезжать. То есть, вот, как вышло так, что вот, что вы переехали, значит, в другую страну, да, и там вы остались одна. Одна. То есть, почему это не, почему это вас удивляет и почему вас это тяготит? Вот, наверное, переезжая в другую страну, вы как-то, ну, ну, представляли себе, как это будет? Вот. И почему же, представляя себе, как это будет, вы не представляли то, что вы будете одна? Вот. Ну, не понял. Да, с чего встретил он стал мне поддержкой и то чувство, что я здесь не одна, наверное, наверное. Ну, опять же, да, просто, просто костыль. Мужчина просто костыль. Были проблемы ссоры, как у обычных парней. Проблемы ссоры не являются показателем обычных ситуаций. Не нужно, не нужно пытаться при, ну, когда обесценить, да, сделать менее значимым то, что вы не очень хорошо, как будто бы можете выстраивать отношения. Я вас очень прошу. Вот. Значит, ссоры являются проявлением психологической игры. Это будет скандал, вот, у которой есть вполне себе реальное основание, вот, то есть это нужно понимать, это нужно учитывать, вот, вот, понимаете, в чем штука. Вот. Не бывает ссоры без причин. То есть, те чувства, те чувства, которые лежат в основе ссоры, конечно же, нормальные и реальные, но то, что люди ссорятся, говорит о том, что это не так. Что они, люди, не могут, не могут это выражать, они не могут это проявлять, вот. И, скорее всего, они как-то вот избегают такого рода проявлений, вот. Ну, это как раз таки является основанием для начала работы над собой. Да? Да? Да. Ну, ну, фикс поработает. Так. Дальше. Значит, я понимал, что, наверное, что-то чувствую, что-то к человеку, вы чувствуете привязку. Прям чувствовал, что люблю. Люблю. А какой вектор, какая направленность у этого чувства любви. Мне было приятно в ней находиться, хотел для него что-то делать. Да, он ниже меня, даже не мой тебя, что со временем это прошло. Я начал организовать этим человеком, проводя вместе время. Это не были рестораны, кафе. Это было просто лежать на снимку или смотреть тот самый фильм. Какой тот самый фильм, мне очень понятно. Вот. Еще мы, конечно, планировали будущее с семьей. Ну, опять же, да, это вот все, что вы хотели. Безопасность, определенность и так далее. Вот. Ну, и после очередной ссоры я начал чувствовать, что не хочу с ним ничего. Да, потому что человек показал и продемонстрировал. Вам, что он не совсем тот, каким вы его, ну, видели, вот, каким вы его ожидали. И это вас, я бы сказал, несколько, значит, ну, не знаю, насколько уместно сказать травмировало, да, но вот. У нас это, что называется, немножечко так, утрезвило. Вот, давайте вот такое мы используем слово. Ну, вот. Дальше. Я просто не представляю себя без него, пишите вы, не представляла. А сейчас, будь то эмоциональным выгоранием, я не могу понять. Ну, просто вот. Ваше, ваше подсознание говорит, это не подходящий для тебя партнер, потому что, вот, мой партнер. Вот. Он, он не даст тебе то, что ты хочешь. И, вместе с тем, другого-то больше никого нет, судя по всему. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Всего доброго.